Чудотворная Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых икон в Русской Церкви. Перед ней молятся о сохранении российской державы и избавлении от нашествия врагов, и об исцелении всякой телесной немощи. Также этой иконой принято благословлять вступающих в брак. Этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы был обретен в Казани в 1579 году. Тогда большую часть города уничтожил страшный пожар. А две недели спустя девочке по имени Матрона Анучина трижды являлась во сне Пресвятая Дева, требуя, чтобы та сообщила казанскому архиепископу о ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Анучинах. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном месте. И на метровой глубине действительно был найден образ Пресвятой Богородицы. У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых. Стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. На месте явления казанской иконы был построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней, а после игуменей, стала Матрона Анучина, принявшая имя Марфа. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад чудесной казанской иконы Богородицы своей бриллиантовой короной. Но в 1904 году эта икона была похищена крестьянином Варфоломеем Чайкиным. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжег в печи. К началу XX века по Российской империи были известны десятки официально чтимых списков казанской иконы, прославившихся своими чудесами. Но где находится первообретенная икона, доподлинно неизвестно. Иконографически этот образ принято относить к сокращенному оплечному варианту Адегитрии, то есть путеводительницы. Здесь Богородица слегка наклонила голову к младенцу, как бы указывая, что он и есть путь. Младенец же Христос представлен анфас. Его фигура ограничена по пояс и видна только правая рука с благословляющим жестом.